Всем привет! Сегодня у нас сразу два товара на обзоре. Это вот такой вот AR-пистолет и вот такой вот No Name Powerbank. Давайте начнем с Powerbank. Вот в такой вот, мне кажется, универсальном блистере пришел этот Powerbank. Здесь никакой информации именно про этот Powerbank нет. Здесь универсальная информация, которая подходит к большинству Powerbank. Это неизвестный никому Powerbank. Непонятно от какой фирмы. Здесь якобы 20 000 мА и якобы есть зарядка от солнечной вот этой вот панели. Сразу скажу, он легкий. И сразу понятно, что 20 000 мА здесь нет. Вот такой вот microUSB кабель здесь и вот такой вот тоже дешевенький карабин. Что касается самого Powerbank, то здесь вот такая вот солнечная панель. Здесь два USB разъема, microUSB и вот здесь вот светодиоды. Сзади у нас вот такой вот фонарь. Он такой, ну более-менее яркий. Я протестировал этот фонарь и на прием у него около 9 000 мА из заявленных 20 000. А если вы начинаете заряжать уже им, то тут еще меньше всего лишь 5 000. Ну по весу примерно как раз на 5 000 здесь и ощущается. Что касается солнечной панели, то как только вы ставите его около солнца, здесь загорается зеленый светодиод. Непонятно почему, так как когда зарядка идет, то здесь мигают синие светодиоды. И никакой зарядки нет. Я заряжал его целый день на солнце и ни на одну палочку зарядка не увеличилась. И значит зарядки от солнца здесь нет. Также он очень долго заряжается. Заряжался он у меня более 12 часов и уже под конец, то здесь показывалось всего лишь 10 А. То есть как можно больше он заряжается, то ампераж падает. И вот такой вот пауэрбанк я вам не советую покупать. Стоит он 16 долларов и за эти деньги не надо его покупать. В Китае много фирм, которые делают хорошие качественные пауэрбанки за вменяемые деньги. Нигде не написано 20 000 мА, солнечная зарядка. Но там все правильно, все хорошо. А вот этот пауэрбанк... Вообще пауэрбанки из Китая, у которых нету какой-либо известной в Китае фирмы, но на им пауэрбанке я покупать не советую. И мы переходим к более интересному товару. Это вот такой вот Аэрбластер, Аэрпистолет. Сейчас мы откроем это все дело, и я покажу и расскажу, что это такое. В комплекте у нас всего лишь инструкция, вон там вот прячется, вот такая вот маленькая. И сам пистолет. И что же это за пистолет, спросите вы? Это пистолет, чтобы играть в игры на телефоне. Вот такой вот здесь есть джойстик, есть клавиши. Сюда мы подсоединяем телефон, вот таким вот образом. И вот здесь вот у нас есть курок. Нажимая его, мы стреляем. Также у нас он работает от вот таких вот стандартных батареек 3, а две штучки нужно всего лишь. Подключается это очень просто. Просто нажимаете вот эту клавишу, скачиваете приложение, заходите в Bluetooth, и дальше все очень просто. Управляется это все дело или на экране, или вот этим вот джойстиком. Все очень удобно, достаточно много здесь разнообразных игр. Все это дело поделено вот по таким пяти папкам. Здесь также есть всякие математические игры, например, сколько будет 3 плюс 2. И все это благодаря этому пистолету можно управлять. Ну давайте покажу, что здесь есть за игры. В своем большинстве здесь, понятное дело, всякие стрелялки. Мы вот таким вот образом управляем пистолетом. Это как бы наш взгляд. И дальше мы расстреливаем всяких зомбаков. Управляется персонаж наш вот этим вот джойстиком. Тоже очень удобно. Просто вот так вот передвигаемся и мочим всяких разных зомбаков в этой игре. Также у нас здесь есть подобие знаменитого фруид-ниндзя, который был популярен некогда. Это вот такая вот игра, где мы должны расстреливать всякие фрукты, но не должны расстреливать бомбы. Наверное, они где-то здесь. Они могут быть где угодно. Вот, например, здесь, здесь. Здесь у нас работает наша камера. Тоже очень такой интересный эффект. Вообще, в целом, этот пистолет будет очень крут для детей. Думаю, дети точно в эту игру будут играть долгое время. Да и взрослым, думаю, тоже будет достаточно интересно поиграть вот в такую вот игру. Игр здесь вообще очень много, вот, и они обновляются, что очень-очень классно. И вот такое вот количество игр, можно сказать, в каждой из этих папок. Также вы можете стать охотником в этой игре и стрелять по животным, что тоже достаточно круто. Благодаря этим клавишам мы можем поставить прицел и ждать какое-нибудь животное или искать его вот таким вот образом. Вот вы видите животных, и мы вот таким вот образом просто расстреливаем. Достаточно интересная игра. Да, возможно, жестокая, но с 14 лет в эту игру поиграть можно. Вот такой вот пистолет. Пишите ваше мнение о нем. Понравился вам он или нет за 15 долларов. Думаю, отличная игрушка. Вот такой вот обзор на два товара у нас сегодня был. Один из них мне не понравился, а другой достаточно сильно понравился. Пишите внизу в комментариях, как вам этот пистолет. Купите вы его, понравился он вам или нет. Также напишите, покупали ли вы нонейм пауэрбанки, или вы покупаете оригинальные, хорошие пауэрбанки. А с вами я попрощаюсь. Всем спасибо. Пока-пока. Не забывайте участвовать в конкурсе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok